Сегодня в стенах Астраханского Кремля открылась Ночь искусств. Необыкновенная и уникальная выставка, посвященная творчеству и его различным проявлениям. Кремль одним из первых дал старт в массовые акции, проходящие по всему городу. В Цейгаузе гармоничные железные представители мотокультуры расположились под особым углом. Здесь заслуживают внимания именно они, кастом-мотоциклы. Собранные от спицы до вилки вручную астраханскими мастерами, байки упоенно позволяют себя фотографировать. Здесь у каждого своя история и легенда. Поэтому в эту ночь звездный час настал и для них, и для их создателей. Кастомайзеры, как правило, выполняют титаническую работу по сборке и дизайну. Поэтому, чтобы собрать вот такой бобер, да еще и с именем, нужен не один год практики и немалое количество фантазии. Во-первых, это кастомы. Вот этот мотоцикл, вот этот мотоцикл и первый красный. Они собраны руками, из них взят только мотор, а все остальное сделано вот этими ручками, которые бережно все выпиливали, вытачивали, красили. Это эксклюзив полный. Кстати, месть королевы Анны, а именно так зовут этого представителя мотокультуры, принимал участие в съемках кинофильма об астраханской мастерской Бэт Кастомс. Его создатель на протяжении шести лет занимается кропотливым трудом в этой сфере, и оно того стоит. Вообще, я люблю классические, классические бобберы, классические чопперы. Без современных, новомодных, всяких электроники, прибамбасов. На мотоцикле не должно быть ничего лишнего. В зале напротив расположилось не менее интересное мероприятие – выставка Максима Коротченко. Фотографа-репортажника, по его словам, только начинающего, но уже заслужившего почтения со стороны многочисленных поклонников. Заметила такую тенденцию сегодня, что преобладают, конечно, снимки черно-белые. То есть это говорит, наверное, о ностальгии о прошлом что-то. Возможно, техника уже, которая сейчас позволяет делать более высокого качества снимки, наоборот, заставляет возвращаться к тем временам, когда именно были черно-белые фотографии. Хорошие фотографии, особенно в репортажной съемке, как правило, получаются совершенно случайно. Но без подготовки и надежного плеча наставника уловить даже кратковременную картинку и сделать из нее шедевр можно не всегда. В творчестве Максиму помогает фотоклуб. Клуб, я считаю, один из самых таких серьезных, ярких. Ну, вот судить по явлению Коротченко, Максима, это явление для клуба, я считаю одно из самых ярких явлений, довольны. Около пяти лет занятий фотоискусством привело фотографа к профессионализму в репортажной съемке. Вероятнее всего из-за того мгновения, между которым и происходит создание картины. Нужный момент – челчок затвора и застывший кадр, который теперь красуется в экспозиции. Максим – частый гость спортивных экстремальных событий. В таких съемках особая атмосфера для творца. Это ралли «Шелковый путь» 2012 года. И там мы, в общем, на этом бархане попали в страшную грозу. То есть на нас просто двигался такой темно-синий огромный грозовой фронт. И посыпал такой дождь и град. Ну, мы, естественно, бросились к своим машинам, чтобы уехать. И вот опять-таки случайность. Я просто бежал к своему микроавтобусу и по пути просто вот так вот щелкнул вот эту машину сделал. И все вот сложилось идеально. Большое количество творческих людей в «Ночь искусств» смогло представить свои творения на обозрении масс. И свет их дел и мук пролил в души многих новые свежие ноты. Вполне вероятно, что кто-то, вдохновившийся лирикой этого дня, в скором времени сможет тоже войти в эту необыкновенную среду. И кто знает, может быть, этим человеком окажетесь именно вы. Ольга Ировинская, Владислав Олейников, Новости РНТВ, Астрахань.